Народное славянское радио Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели Народного славянского радио. Сегодня мы продолжаем передачу с удивительным человеком, с мастером Евгением Евгеньевичем Побегасом. Очень приятно. Теперь, наверное, мы хотели бы задать вопросы по поводу изображений, которые вы вырезаете. Я замечаю, что очень много и ведических символов. Можете вы нашим зрителям рассказать, каким образом к вам приходят подобные иллюстрации или содержание определенное, которое вы хотите вырезать на брестия? Например, в данный момент мы сейчас видим здесь аллатырь. По вашим ощущениям, что несет этот знак на данном изделии? Вообще, что это? Расскажите. Вообще, это квас. Квасник. Это графин для кваса. Почему я сюда поставил аллатырь? Ну, как бы, это мужской символ. Вот это мужской символ аллатырь. Аллатырь – это мужской символ. Есть и женский символ аллатырь. А чем он отличается? А в женском символе здесь, внутри еще маленькой звездочки. Как бы. То есть квас для настоящих мужчин? Квас для настоящих мужчин. Ну, сам знак, он, как говорится, заряжает этот квас. Будет заряжать и этот той сок. Он работает. Я сам его проверял. Маятником. Они дают силу. Если символ сделан вручную, мастером, он работает. Если символ сделан способом давленки, на металле, способом мотлива, неручной символ, он не работает. Символ – оберег, талисман, символ, он должен делаться рукой мастера. Когда его мастер делает, он заряжается энергией мастера. А когда он сделан способом техническим, как говорится, на прессе, он бездушный, этот символ. А можно маленькое такое уточнение? В последнее время люди начинают обращать внимание на наше прошлое. В первую очередь, например, на ваши изделия. Их же можно использовать в последневной жизни. Это не просто как декоративное. Да. Вот мне интересно, каким образом можно в нем хранить квас? Это вроде дерева, да? Это не керамика, не металл, не железо. Вот немного о способе эксплуатации. Как говорится, береста, она, как вы знаете, хранится, до сих пор находит грамоты под землей тысячи лет. Она не подлежит никакому гниению, ни коррозии, ни чему. То есть она насыщена чем? Из самой бересты это состоит, деготь. Из бересты добывает деготь, скипидар. Да, вот такие вот. То есть поэтому она не подлежит, ни... Тем более еще, значит, мое изделие делается... Как объяснить? Ну, в общем, после, как я сделал изделие, я его покрываю воском натуральным. Вот. Поэтому в нем, значит, всегда будет холодное молоко и холодный квас. Вот так скажем. А можно немного уточнить, каким образом вы сохраняете герметичность изделия? Потому что все-таки это дерево, да? Оно не цельное, наверное, чтобы не вытекало. Ну, герметичность здесь состоит, допустим, вот этот туисок, так скажем, графин, он состоит из трех слоев бересты. Вот. Она внутри клеится. Внутри идет проклейка шва медицинским клеем. Медицинский клей БФ. Вот. Донышко, когда делается... Ну, изделие, все, резьба здесь уже накладывается. А донышко забивается сюда на горячее. Вот только я это могу сказать. Чтоб секрет не выдавать сильный. Ну, и, естественно, после, когда оно сделается, накрывается воском, вощица. То есть, как воском? Натирается воском натуральным. Не... Этот... Как его? Не синтетическим. Да, натуральный воск разогревается, да, до 100 градусов. И это все промазывается, все вот поры, все оно... И внутри все это промазывается этим горячим воском. Потом высыхает, натирается. Натирается это все шестяной щеткой. То есть, все поры залиты воском. Она чисто экологически получается. Поэтому и хранится, и моется она водой. Можно споласкивать гроссин. Ничего не стечет, не смоется. Ну, естественно, горячее, если добавить, то этот воск стечет. То есть, внутри. Но это ничего страшного. Уже нужные поры забиты воском. А вот использование абразивных средств, например, мы часто используем, ну, жидкую для мытья посуду, все-таки не рекомендуется, да? Не, не рекомендуется. Просто водой, тепленькой водой сполоснули. Ну, тем более, если, допустим, это здесь молоко это пить. Конечно, ну, даже для себя, для своего здоровья. Сейчас стараются люди не пользоваться всякими там, этими моющими средствами. Раньше как мыли у нас? Горчицы, посуду мыли. Брали горчичный парашон. Или травами какими-то мыли. Не было. А сейчас привыкли мы всякие. Сыри там, все дела. Значит, синтетика не подходит для подобных работ, экологически чистых. Незаместима. Незаместима. А для наших зрителей вы можете немного поделиться, ну, вкратце, не технологией производства, но показать, как вы работаете. Давайте снимем. Давайте. Евгений Евгеньевич, расскажите, что вы сейчас делаете? Сейчас я буду заниматься резьбой по бересте. Вот это называется рубашка. Вот она, берестяной кусочек. На нем я должен сделать резьбу. Вот, тиснение здесь видно. Вот это я должен убрать лишнее, а оставить нужное. И вот таким способом я это делаю. Вот специальный резец. Тоже он делается. Каждый мастер делает под свою руку резец. Вот я начинаю вязать. Вот таким способом мы режем. Резец должен быть острый, острый, как бритва опасная. Вот так он листу не прорежет. Отшлифовывает. Вот сейчас будет вырисовываться резинок. Приходится, пока вырежешь рубашку, ты еще раз повернешь этот кусочек. Вот видите, эпизод получился один. Но это еще не вся резьба. Это я, это сейчас я убираю лишнее, остается рисунок. Потом, затем я вот это все обрабатываю. То есть, уже специальным инструментом выделяю листочки. Там это, это. Это все обрабатывается. После обработки получается вот такая. Вот уже обработан рисунок. Вот. Видите? Здесь уже. И вот эти полосочки покрываются морилкой. Морилка стирается. Ну, то есть, вот это уже готовая резьба, рубашка. Это ее можно на что-то. Вот, пожалуйста. Надеваем на солоночку. Делаем фон. И получится изображение. Вот. А так сначала наносится рисунок, вырезается. Потом отдавливается специальным инструментом. Облагораживается. Здесь что-то набивается. Опять же, если, допустим, сейчас показываю дальше. Если мне нужно узорчик набить. Вот нужно нам здесь косичку сделать. Что мы берем? Делаем вот эту штучку. И делаем косичку. Выдавливаем. И она пошла. Ну, я уж как машина работаю, потому что я уже привык к этому. Вот она косичка получилась. Такая вот. А затем она заливается простой водяной морилкой. Водная морилка. Вот. Эта морилка не спиртовая, а водная морилка. Вот эта заливается. Эта сушится. И сырой тряпочкой протирается. Остается, что рисунок. Ну, для этого еще у меня есть свои примочки. Чтобы выделить. Вот теперь нам нужно выделить рисунок, чтобы ярче он произведет. Мы его еще протерли вот так. Все. Вот получилась такая вот краешек, рисочка, так скажем. Вот. А это обратная сторона. Потом это все пробивается в замок. Если хотите, покажу. Давайте. Вот это пробивается. Это сейчас мы готовим рубашку в замок. Пробивается замок. Вот. А здесь наоборот. Одну вставляешь. Вторую подвязаешь. Теперь подвязает. Вот это дело. Чтобы нам помог соединить. Если нам нет, подвязаем. Дальше у нас что-то идет. Так. Это выбрал я эту сторону. Все. Ниже. Такие штучки. Вот. И получился у нас замок. Теперь идет соединение. Это рубашка. В замок первая рубашка резная. Ставится первая. Соединяется. Вот так. Таким способом. Вот вам чистый экологический. Без гвоздя, как говорят. Без клея. Вот получился замочек. Все. Как говорится. Теперь делается еще один слой. То есть такой уж берется кусочек. Пробивается замок. Только в обратную сторону. Уже собираешь и одеваешь вовнутрь. То есть здесь уже будет желтенькое. Вот. Получается потом готовое изделие. Вот так. Затем здесь еще ставится ободочек. И он оплетается тоже вручную. И получается внутри вот так вот. Замочек, замочек. Вот. Вот он резной кусочек, замок. Затем донышко ставится. Все. Покрывается воском. Готов к употреблению. А. Ручка. На крышечке ручки. Вот это тоже береста наворачивается. Рулончиком. Заворачивается береста. И так же вот. Ну здесь наборные. То есть это уже на кто, кто на что гораст. Кто как придумает. Вот. Ручку можно сделать и плетенную. То есть это три слоя бересты и оплетается. Все. Можно так сделать. Вот. Ну вот еще один пыльсочек. Здесь вот желтенькая береста. Фоновый слой береста. И третий слой береста внутренний. Все. Замок три слоя. Донышко на горячее забил. Оплел все. Чисто экологический. Как говорится котелок. Пожалуйста. Для сыпучих. Под мед. Под все. Вот. Я рассказал вам немножко о работе с берестой. Ну мы с вами показали нашим зрителям краткий обзор, как вы делаете свои работы. Вот наверное в окончании мы бы хотели наверное поинтересоваться. Было ли у вас желание обучать детей? Потому что со стороны кажется все так легко и просто. Со стороны всегда кажется легко и просто. Да. У меня желание, как говорится, есть кого-то обучить, но я еще того человека не нашел, чтобы передать ему вот это вот именно. Потому что я все равно, мне приводили сюда детей, приводили уже юношей научить. Ну я вижу, я человека смотрю, я вижу и говорю, он не будет так делать. Почему? Я говорю, ну я это чувствую, я вижу. Почему не знаю? Пока его нет. А детей обучать мне в нашем городе даже мэр города предлагал. Ну понимаете, почему детей обучать невозможно или нельзя? Потому что здесь режущие инструменты, острые. А если обучать там что-то, ну то есть аппликации делают, только это в школе учат. А именно вот это изделие уже человек должен обучаться в возрасте, пускай 18-16 лет, чтобы он понимал, что это нож, что он должен острый быть. Нож точится для того, чтобы он проверяется, как он бреет волосы. Вот на руке я проверяю резец. Бреет, значит, алмазом точится. Здесь, так сказать, если, допустим, обучать человека вот с 16 лет, он же не станет сразу так делать. Я тоже 5 лет. Пока я свой стиль нашел, я к этому, может, лет 10 шел. То есть именно свой стиль. Потому что я работал, то, что мне показывали, как сибиряки делают, давленка там, вот это, вот это, вот это так. А потом у меня просто родилось свое. То есть я уже, да, технология та же, там, замок, оплетка, все. А уже рисунки я свои придумаю. Изделия я придумываю свои. Вот эту вот ладью, допустим, взять. Это, опять же, ни у кого я ее не украл. Это мысль моя полностью. От рисунка до вообще, какое будет, что будет изображено. Образ, да? Образ. То есть я сначала, не в смысле я, я рисунку, я беру просто А4 лист и сижу, придумываю. А вот так, а вот так, а вот так. Потому что придумать вот этот хвостик, вот эту вот, как говорится, головку, это нужно, чтобы золотая середина была. То есть маленькую сделаешь, она будет некрасивая. Хвостик не так. То есть здесь эта мысль не сразу приходит. Нужно сидеть, продумывать это. Допустим, эту резьбу здесь вот что-то придумать. Сюда вот добавил, и оно похоже, все, оно сочетается с этим. То есть сам стиль. Это вот мой стиль такой. Именно в рисунках я делаю вроде разные рисунки, а в стиле они везде одинаковые получаются. То есть стиль один, мой стиль. Да, где-то я увижу какой-то рисунок, какую-то деталь. С какого-то рисунка взял детальку какую-то. К ней добавил свое, там где-то поставил оберег, вплел туда это, вот как с этой у нас птицей счастья, берестяной. Здесь вот стоят обережки. Кладонец, калядник и алатырь. А с этой стороны у нас оберегов, еще я их не делал. Эта птица счастья много-много лет придумывалась сделать. То есть она у меня как судьба какая-то. Лет 15 начал тельце сделал, крылья вверх вырезал лет 10 назад, а года 3 назад, 2, вот это ко мне, когда пришли знаки, вот сюда, я их начал резать, делать. Ну то есть не то, что они мне знаки пришли, а мне мысли пришла, что какие-то нужно что-то вот, что-то, что-то, вот что хочу, не знаю. Ну, нашел, что хочу. То есть они меня нашли, либо я их нашел. Это что-то одно и то же. Получилось так, что сейчас, как говорится, работаю с ними вместе. И они со мной работают. В общем, или они со мной, или я с ними. Получается так. Ну, непрерывно потоки. Хорошо, наша беседа подходит к концу. У нас очень есть замечательная такая традиция. Пожелайте что-нибудь с нашим зрителям. Всем я желаю мира, добра и счастья. С вами была Юлия Стоянова и Евгений Побегус. Всем всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok